Процедура выдвижения кандидата на предстоящие выборы губернатора Приморья отнюдь неформальная. Члены края избиркома обязаны тщательно проверить содержание документов после подписи и печати. Сегодня эту процедуру прошел действующий глава региона Олег Кожемяка. Сегодня был первый, скажем так, этап в избирательной комиссии Приморского края. Представлено было заявление в согласии Баллотировской, я уже говорила. И документы предусмотрены избирательным кодексом Приморского края, необходимые именно для уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата. Олегу Кожемяка не привыкать, чтобы каждую букву вот так проверяли в его документах. Подобную процедуру в края избиркоме он проходил в 2001 году, когда баллотировался в депутаты краевого парламента, и в 2018, когда шел к кандидатам на выборы губернатора Приморья. Но, несмотря на опыт, признает – волнуется. В любом случае, сколько бы раз это ни повторялось, это все равно волнующий период. Решение баллотироваться на очередной губернаторский срок глава региона назвал хорошо продуманным. Об этом же говорил партийцам на конференции «Единой России». Во вторник его кандидатуру поддержали подавляющим большинством голосов. Как бы ни было тяжело и какие бы испытания не выпали на нашу долю, на последующий период нашего пятилетнего руководства региона в случае избрания, конечно, это нужно пройти, но нужно пройти достойно так, чтобы жители видели и качество изменения в лучшей стороне, и в вопросах благоустройства, и в социальных вопросах, в вопросах развития спорта, возможностей экономики, инвестиционной привлекательности. После процедуры выдвижения кандидат в губернаторы Приморья имеет право приступить к сбору необходимого количества подписей от депутатов муниципальных дум. Далее Крайсберком должен проверить их на подлинность. Если нарушения нет, даст добро на проведение агитационной кампании. Кандидатов в губернаторы Приморья может выдвинуть любая политическая организация, зарегистрированная в регионе.